И в финале выпуска постит в пост. В десятку лучших блогеров-священников страны попал иерей из станицы Ленинградской. Константин Мальцев вышел в сеть около 10 лет назад. Это был православный канал Боголюб на YouTube. А за последние годы охватил все социальные сети. Если суммировать подписчиков, у батюшки около 90 тысяч, а охват и того больше порядка 3 миллионов человек. Мария Николаева расскажет, почему священник вышел в сеть. Пост не мешает батюшке постить. Это совершенно разные, хоть и созвучные понятия. Иерей Константин Мальцев ежедневно должен выкладывать что-то в сеть, иначе теряется аудитория. О онлайн-проповеди, как оказалось, очень востребованный и популярный. У меня уже идут здесь вопросы. Естественно, у меня еще другой чат висит. Я смотрю, потому что вот сюда сходят все вопросы с пяти соцсетей. Это пример прямого эфира. Темы либо выбирает сам, либо подсказывают подписчики. Студия у батюшки нехитрая. В комнате при храме есть хромакей, зеленая ткань, на которую потом можно вывести любой фон. Есть фотоаппараты, камеры, осветительная техника и, главное, интернет. Чтобы вы представляли, как правильно поститься, от чего нужно воздержаться. Но мы поговорим не о диете, потому что диета – это не пост. Патриарх Кирилл неоднократно призывал духовенство выходить на современные интернет-площадки. Отец Константин создал несколько. К примеру, его блог «Батюшка Лав» стали использовать и другие священники из разных стран. Заливают туда свои видеоролики. В съемках настоятелю храма помогают воспитанники молодежного православного центра. По факту, они осваивают еще и современную профессию. Мне очень нравится. Просто я учусь на фотографах. И мне нравится доставлять людям хорошие эмоции. Мне хочется снимать о чем-то добром таком. У Иерея Константина Мальцева пять высших образований. Шестое получает сейчас. Он профессиональный духовник, учитель музыки, видеоинженер, социальный педагог-психолог. Профессию блогера освоил самостоятельно. И работа эта хоть и занимает много времени, но приносит радость. Меня первое, что удивляло, я годами мучилась, не могла найти ответ. И у меня душа болела. И когда ты видишь, что через эту проповедь, через интернет, через блоги, соцсети, ты дал нужный ответ, что человек успокоился, ты становишься неимоверно счастливым человеком. А к негативным комментариям, которых в интернете не избежать, автор блога относится с улыбкой. Они способствуют популярности. Этой весной пройдет второй германо-российский форум священников-блогеров. Иерей Константин обязательно будет делиться онлайн-опытом. А на этом сегодня все. Аминь. Храни вас Господь. Мария Николаева, Игорь Хашубин, Кубань, 24, Ленинградский район. Это все новости на сегодня.